Когда в 1996 году Юрий Шеффлер писал дипломную работу о ментиннике в Российской экономической академии имени Плеханова, профессора очень хвалили его за интересный материал. Ведь к этому времени Шеффлер успел поторговать компьютерами и ваучерами, создать торговый дом Садко-Аркада вместе со швейцарской компанией Хопф и приобрести блокирующий пакет акций внуковских авиалиний. Так что будущему миллиардеру было о чем рассказать на защите диплома. Миллиардером же он стал благодаря встрече с гендиректором водочного завода «Кристалл» Владимиром Явниковым, который хотел построить международный алкогольный бизнес на базе внешнеэкономического объединения «Союз плода импорт» эксклюзивного экспортера, водки «Столичная» и «Московская». В 1997 году Явников умер из-за болезни, но Шеффлер воплотил его мечту в жизнь. Он скупил акции «Союз плода импорта» и переоформил регистрацию всех советских водочных брендов на свою компанию SPI. Но это не понравилось министру внутренних дел и генеральному прокурору, которые пожаловались на Шеффлера Путину. Только в 1999 году в компании Шеффлера прошло 28 обысков. Счетная палата предлагала лишить его водочных брендов и передать их под управление Государственному Росспиртпрому, который затем перешел под контроль братьев Ротенбергов. В 2002 году на Шеффлера завели уголовное дело, но арестовать не успели, предприниматель уехал в Латвию. Он сохранил права на водочный бренд столи, а заодно выкупил у бывшего латвийского премьер-министра производство знаменитого рижского бальзама. Юрий Шеффлер владеет одной из самых длинных и дорогих в мире яхт – «Сирен». Стоимость недели аренды судна оценивается в 5 миллионов долларов. Летом 2014 года «Сирен» арендовал Дилл Гейтс, который проводил с семьей каникулы на Сардино. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова